Е4, С6, конь С3, Ж5 и ферзь на Аш5 ставит мат. Таким образом, Александр Лебедев в пять шагов поставил быстрый мат в шахматах. Этому молодого человека научила бабушка еще 20 лет назад. Мальчишкой, наблюдая за тем, как она грамотно переставляет фигуры на черно-белой доске, Александр понял, что хочет стать шахматистом. Шахмат – это, на мой взгляд, довольно-таки очень интересная игра. То есть, чем она, может быть, мне нравится, скажу за всех, что это обычная игра, где у нас полностью информация. То есть, все зависит только, по сути, от самого себя. То есть, здесь не зависит от каких-то неожиданных ходов, либо как ты подготовился, не подготовился. То есть, все в твоих руках, и все зависит только исключительно от тебя, твоего знания, умения, твоей подготовки. Александр Лебедев входит в Федерацию шахматистов. Он неоднократно становился чемпионом городских и областных турниров. Больше всего спортсмена привлекают быстрые шахматы. В среднем игра занимает от 30 до 60 минут. На каждый ход у шахматистов минимум времени. Решающим фактором часто становится быстрая реакция и интуиция. У многих шахматистов сила игры в разные виды шахматов, она тоже является различной. Поэтому, как для примера, что если я когда-то обыгрывал международных мастеров и некоторых мастеров в Блице, то это не значит, что я смогу их обыграть в классических шахматах. И даже, скорее всего, в классических шахматах они меня будут обыгрывать. В Сарове существует два шахматных объединения для детей и для взрослых. По словам многих опытных игроков, этому виду спорта необходима поддержка. Если шахматистам создадут благоприятные условия для развития, появление новых чемпионов не заставит себя долго ждать. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.